Зенит. Успехи в освоении космоса. За пределами Солнечной системы. По истечении более чем 40 лет Voyager 1 покинул область воздействия солнечного ветра и направляется в межзвездное пространство. Большинство его приборов отключены и его ядерная батарея разряжена. Пройдет не одна тысяча лет, прежде чем он достигнет чего-то кроме межзвездной пыли. К тому времени аппарат будет уже давно мертв. Космическое пространство настолько обширно, что отправлять исследовательский зонд за пределы нашей Солнечной системы непрактично. Единственный реалистичный способ исследовать космос вдали от Солнечной системы – это изучать свет, который доходит до нас. Главный инструмент для такого исследования, имеющийся в нашем распоряжении – это телескоп. Столетиями астрономы строили все более и более крупные телескопы, чтобы заглянуть подальше в космос. В 20 веке сложившаяся ранее конструкция телескопа достигла своих пределов. Первичное кривое зеркало при превышении диаметра в 8 метров становится настолько тяжелым, что оно прогибается. Так как оно направлено на разные цели, его высокоточная кривизна искажается под действием гравитации. Кроме того, выигрыш в разрешении от зеркала большего размера нивелируется атмосферными искажениями. Обе эти проблемы можно решить разом, если разместить телескоп в космосе. Самый известный пример такого телескопа – телескоп Хаббл. Отсутствие атмосферных искажений позволило получать гораздо более четкие снимки. Правда, затраты на работу и поддержание такого телескопа весьма значительны, и есть ограничения на размер телескопа, который можно доставить на орбиту. Но инженеры разработали новое поколение наземных телескопов с сегментированными зеркалами, которые преодолевают ограничения в размерах и могут сгладить значительную часть искажений, вызванных атмосферой. Телескопы-близнецы Кек в Мауна-Кеа на Гавайях были одними из первых телескопов по этой технологии. У обоих 10-метровые зеркала с 36 шестиугольными сегментами. Датчики мониторят форму зеркала, и приводы позади каждого сегмента корректируют ошибки кривизны поверхности. Система называется активной оптикой. Похожая система, работающая с большей скоростью, отслеживает стабильность яркой путеводной звезды или искусственной путеводной звезды, генерируемой лазером. Адаптивная оптическая система считывает изменения волнового фронта в атмосфере, затем адаптирует форму зеркала, чтобы минимизировать искажения. Это изображение Юпитера, полученное с помощью адаптивной оптики, по четкости соперничает с изображениями от орбитальных телескопов. Обсерватории расположены на больших высотах, где сухой воздух, и нет световых помех от близлежащих городов. Европейская Южная обсерватория располагает кластерами телескопов в нескольких местах на высотах в пустыне Атакама, Чили. Четыре крупных идентичных телескопа в Паранале, каждый с диаметром зеркала 8 метров 20 сантиметров. Они могут соединять свои лучи света с помощью интерферометрии. К ним могут быть добавлены четыре вспомогательных телескопа диаметром 1 метр 80 сантиметров. Вместе они составляют очень большой телескоп-интерферометр ОБТ. Видимый свет – лишь небольшая часть электромагнитного спектра. У Европейской Южной лаборатории есть еще один комплекс на северо-восток от Параналя, на плато Чакнантор. Здесь находятся системы из 66 радиотелескопов, которые отслеживают миллиметры и субмиллиметры электромагнитных волн. Они соединяются между собой и работают так же, как интерферометр. Наблюдение микроволновой части спектра особенно интересно, так как волны этих частот проникают сквозь газовые и пылевые облака, которые остаются непроницаемыми для сигналов более высоких энергий. Чем дальше друг от друга отстоят телескопы, тем лучше угол разрешения. Это качество привело астрономов из разных частей света к тесному сотрудничеству. Если соединить телескопы из разных концов Земли, может быть, они смогут увидеть невидимое. Общая теория относительности предсказала существование таких массивных тел с такой сильной гравитацией, что даже свет не может ускользнуть от них. Они получили название «черных дыр». Первоначально они рассматривались как математическая аномалия. Но данные показали, что «черные дыры» — это нечто гораздо большее, чем просто теоретическая головоломка. В центрах некоторых галактик был обнаружен свет гораздо больше интенсивности, чем можно было ожидать от звезд. Массивные тела, такие как молодые звезды, притягивают рассеянную материю, которая начинает закручиваться по спирали и уплощаться в так называемый аккреционный диск. Сегодня принято считать, что как планеты вращаются по орбитам вокруг Солнца, так и галактики вращаются по орбитам вокруг гигантских черных дыр. Самый яркий свет исходит от аккреционного диска, окружающего черную дыру. Вещество в аккреционном диске ускоряется до невообразимых скоростей, выделяя огромное количество теплоты. Вдоль оси вращения выбрасываются струи ионизированного вещества со скоростью, близкой к скорости света. Компьютерное моделирование показало, что огромная энергия, выделяемая при взаимодействии черной дыры с веществом аккреционного диска, может быть детектирована. Образуемый силуэт — это горизонт событий, граница, за которую свет не может проникнуть. Шепард Долман, астрофизик. Если вы хотите проверить фундаментальные теории Вселенной, то вы должны отправиться в самые экстремальные лаборатории Вселенной. Такие, как черные дыры. Астрофизики знали, что если объединить широко рассредоточенные радиотелескопы, их совместная разрешающая способность чрезвычайно возрастет. Первая попытка получить изображение черной дыры в центре нашей собственной галактики состоялась в 2006 году с помощью телескопов в Ризоне и на Гавайях. Она не увенчалась успехом, но исследователи многое узнали. Они поняли, что нужно задействовать больше телескопов. К 2009 году сложилась международная коллаборация из восьми разных телескопов. Их целью было получить изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Майкл Крамер — институт Макси Планка. Было ясно, что для этого эксперимента нам нужны эксперты из совсем других областей. Нужен человек, работающий с изображениями, нужен математик. И в моем случае был нужен человек, способный получить дополнительную информацию с помощью пульсаров. И, конечно же, быть частью этой команды, значит, работать совершенно по-другому. Проект получил название «Телескоп горизонта событий». Телескопы в Северной и Южной Америке, в Европе, на Гавайях и даже в Антарктиде должны быть объединены в единый телескоп с виртуальным диаметром, равным диаметру Земли. Ни один из этих телескопов не был спроектирован для работы в составе такого большого комплекса. Команда столкнулась с огромными техническими трудностями. Сигналы со всех сторон должны обрабатываться в центральном пункте, при том, что расстояние между их источниками столь огромное, что их нельзя соединить прямой линией. Информация должна передаваться с помощью компьютерных жестких дисков, которые перевозились с места получения информации в два пункта. Институт Макса Планка в Бонне и обсерваторию Хейстек в Массачусетсе. В проекте «Телескоп. Горизонты событий» занято более 200 научных сотрудников из разных стран мира с разным опытом, навыками. Моника Машебродска, университет Немигена. Это инженеры, исследователи, теоретики. И они все работают вместе не только для того, чтобы получить изображение черной дыры, но и чтобы понять увиденное. Теоретики уже поняли, что хотя черная дыра может быть видна лишь как силуэт, ее влияние на свет, излучаемый окружающим веществом, может быть колоссальным. С помощью математического моделирования в НАСА получили движущееся изображение того, что, по их мнению, должен обнаружить телескоп горизонта событий. Если смотреть сверху, аккреционный диск не имеет искажений. Ровный круг внутри — это фотонное кольцо, свет на орбите за пределами горизонта событий. Если смотреть сбоку, гравитация черной дыры искривляет свет аккреционного диска, в результате чего его можно увидеть сразу из нескольких направлений. Но никто не знал, что будет увидено на самом деле. Собранные за десятилетия данные показали, что черная дыра в центре галактики М87 поглощала огромное количество вещества. В этом районе были обнаружены высокочастотные излучения, а изображения от космического телескопа «Хаббл» зафиксировали огромный выброс вещества на расстоянии многих световых лет. На 2017 год было запланировано проведение телескопом горизонта событий серии наблюдений глубин галактики М87. Каждая обсерватория была снабжена своими собственными атомными часами, так как все данные должны были быть тщательно привязаны ко времени. Хорошая погода должна была наступить одновременно в каждом из этих мест. Решение о замерах принималось за несколько часов перед каждым наблюдением. С 5 по 7 апреля были хорошие условия и данные были собраны. 8 и 9 апреля наблюдения были приостановлены из-за сильных ветров в Мексике и в Аризоне. Финальные ночные наблюдения были сделаны 10 и 11 апреля. Джеффри Бауэр, Институт астрономии и астрофизики Тайвань. Очень томительный период ожидания, когда мы не знаем, получилось ли что у нас. Мы объединяем все наши данные и только тогда можем понять, получилось или нет. Потом встает еще более трудная задача. Мы должны очень тщательно проанализировать эту информацию, чтобы понять, что мы движемся в верном направлении. За время наблюдений было записано 5 петабайтов или 5000 терабайтов информации. Жесткие диски, на которых она хранилась, весили полтонны. Они были доставлены к корреляторам в Эстфорд, штат Массачусетс, и в Бонн, Германия. Для большинства мест это было относительно легко, но ограниченный доступ к телескопу на Южном полюсе привел к задержке данных на несколько месяцев. Интерпретация радиоданных как изображения основана на искривлении электромагнитных волн под действием гравитации черной дыры. Телескоп горизонта событий сможет увидеть только отдельные точки лучей, искривленных в сторону Земли. Только корреляция всех этих точек позволяет построить узнаваемое изображение. Хейнуфалки, Институт астрономии и астрофизики Тайвань. Наблюдение черной дыры позволяет нам знать не только то, что они существуют, что существует горизонт событий, но это также позволяет нам проверить главные предсказания общей теории относительности Альберта Эйнштейна, которая описывает пространство и время в их полноте. Это еще никогда не проверяли. В апреле 2019 года команда телескопа горизонта событий опубликовала изображение активного центра галактики М-87. В центре был виден силуэт одной из самых крупных известных нам черных дыр. Ее диаметр составляет примерно 38 миллиардов километров. Это диаметр всей нашей Солнечной системы. Ее масса превышает массу Солнца более чем в 6,5 миллиардов раз. Спустя более чем столетия после предсказаний общей теории относительности наконец появились доказательства того, что черные дыры существуют. Но для команды проекта телескопа горизонта событий это еще не конец. Увеличение количества телескопа в системе позволит повысить разрешение и есть план изучить черную дыру в центре нашей собственной галактики. У этого проекта грандиозное будущее. Мы сделали что-то невероятное, мы получили первое изображение черной дыры. Но теперь мы хотим сделать еще больше. Теперь мы хотим получить первое видео, хотим понять, как пространство-время вращается вокруг черной дыры. Для этого мы разместим еще больше телескопов по всему миру, чтобы сделать нашу виртуальную линзу еще лучше. Исследование черных дыр не ограничивается радиоастрономией. Телескоп новых технологий Власилла в Чили – первый телескоп, оборудованный активной оптикой. С 1992 года он начал долгосрочное наблюдение за звездами в центре нашей галактики. Он работал в инфракрасном участке спектра, потому что только эти волны могли проникнуть сквозь густые облака пыли и газа, заслоняющие центральные части Млечного пути. Команда ученых Института Макса Планка составила карту движения звезд. Они начали использовать более крупные телескопы Европейской Южной обсерватории. За 16 лет работы они нанесли на карты траектории движения 28 звезд. Рейнхард Гензель, директор Института Макса Планка. Центр Млечного пути – самая доступная лаборатория. Мы можем очень детально изучить процессы, происходящие в центрах галактик. Гораздо детальнее, чем мы могли бы это сделать в любых других галактиках. Мы можем изучить все те главнейшие проблемы, которые мы очень хотели бы изучить, и которые мы не можем так детально исследовать в центрах других галактик. Результаты исследований показали, что звезды движутся по орбитам вокруг невидимой точки, которая, по всей видимости, является черной дырой нашей галактики. Анализ их весьма эксцентричных траекторий дает основание считать, что черная дыра Млечного пути превышает массу Солнца чуть больше, чем в 4 миллиона раз. Особенно интересна звезда С2. Она находится неподалеку от черной дыры. С учетом ее эллиптической орбиты она должна была пройти ближе всего и с наиболее высокой скоростью в апреле 2018 года. Мы хотим воспользоваться ею для проверки общей теории относительности Эйнштейна. Верна она или нет? Общая теория относительности предсказывает, что влияние черной дыры исказит свет С2 в сторону инфракрасной части спектра, когда она достигнет 3% от скорости света. Что и произошло. Еще одно доказательство в пользу теории Эйнштейна. Эта проверка важна для исследователей, поскольку теория относительности утверждает, что внутри горизонта событий черной дыры время останавливается, и они хотят узнать, сработают ли законы физики при приближении к этим пределам. С тех пор, как Коперник выдвинул предположение о том, что планеты вращаются вокруг Солнца, ученых занимал вопрос о возможном вращении планет вокруг других звезд. Прогресс в технологиях производства телескопов позволил ученым увидеть затемнение в свете звезд, которые могли быть вызваны только прохождением планеты. Эти флуктуации интенсивности света позволили ученым оценить размер планет и параметры их орбит. Другой метод состоит в измерении спектральных сдвигов в свете звезд, вызванных изменением их положения, что объясняется только движением вокруг них планет. Используя эти методы, телескопы начали каталогизировать экзопланеты. Но эти методы хорошо работают только для крупных планет, сравнимых по размерам с Юпитером, которые имеют легко измеримое влияние на свои звезды. Кроме того, ученые могли применять эти методы только для близких к Земле планетных систем. Даже при всех этих ограничениях число известных нам экзопланет продолжало расти. Были и сюрпризы. В 2012 году группа французских ученых обнаружила планету-сироту, пролетавшую через нашу галактику. У нее не было своей звезды. Ее обнаружили по ее инфракрасным излучениям. Трудно оценить размеры планеты-сироты, но ее масса как минимум в несколько раз превышает массу Юпитера. Естественно, ученым хотелось увидеть планеты размером с Землю, планеты, на которых может быть жизнь. Когда в Европейской Южной обсерватории на телескопа Лосила размером 3,5 метра установили новый высокоточный спектрометр Харпс, это стало возможным. Он обнаружил две планеты, вращающиеся по орбите вокруг звезды Глизы 667С на расстоянии около 20 световых лет от Земли. Эта звезда является красным карликом, ее масса в три раза меньше массы Солнца. Особый интерес представляет Глизы 667СС. Это планета, масса которой примерно в 5 раз больше массы Земли. С учетом ее расстояния до своей звезды, ее можно считать потенциально обитаемой. Данные об условиях на планете имеют такое большое поле предельной ошибки, что требуется проделать еще большую работу, прежде чем можно будет сказать, что она пригодна для жизни такой, какой мы ее знаем. У другой звезды в 40 световых годах от нас есть более широкие пределы возможностей. Трепест-1 – ультрахолодный красный карлик с семью планетами в своей зоне притяжения. Все они по своим размерам близки к Земле. На сегодняшний день это самое большое число известных экзопланет, вращающихся вокруг одной звезды. По крайней мере, три из этих планет считаются потенциально обитаемыми. Множество разных обсерваторий собирали данные о системе Трепест-1, но мы пока очень мало знаем о том, какая среда может быть на разных планетах. Однако грядущее поколение телескопов должно быть в состоянии проанализировать атмосферу на планетах звезды Трепест. Так что эта система останется под пристальным наблюдением. На данный момент каталогизировано 3800 экзопланет, и эта цифра продолжает расти. В 2018 году был запущен спутник ТЭС, который поможет найти еще больше экзопланет. Чтобы был ясный обзор как северного, так и южного неба, ТЭС был выведен на 14-дневную орбиту вокруг Земли под углом в 40 градусов к плоскости лунной орбиты. Он будет систематически картографировать 26 сегментов неба, регистрируя флуктуации в яркости света ближайших звезд, которые свидетельствуют о наличии экзопланет. Во время своего прохождения вблизи от Земли охотник за планетами сбрасывает информацию в приемные пункты на территории США. Наземные обсерватории будут затем более детально наблюдать заданные цели. Такое взаимодействие орбитальных и наземных телескопов становится в порядке вещей. Интересное открытие было сделано у молодой звезды Бета Пикторис. Флуктуации ее света не имели ритмических признаков наличия планет. Дальнейшее ее изучение Европейской Южной обсерватории привело к открытию трех комет, летающих вокруг молодой звезды. Звезде Бета Пикторис всего около 20 миллионов лет. У нее имеется протопланетное кольцо пыли. За первый год работы спутника ТЭС было подтверждено существование по меньшей мере 29 экзопланет и более тысячи потенциально интересных объектов были помещены в публичную базу данных. За два года своего существования ТЭС получит изображение 200 тысяч небесных тел, в том числе тысячу близких красных карликов. Скоро на орбиту выйдет новый охотник за планетами. Широкодиапазонная инфракрасная обсерватория ШИО будет применять другую технологию, так называемое гравитационное микролинзирование, для обнаружения гораздо более мелких экзопланет. Когда одна звезда проходит перед другой звездой, ее гравитация искажает свет отдаленной звезды. Если на кривой, полученной при мониторинге света во времени, возникает неожиданный пик, это говорит о том, что вокруг звезды вращается экзопланета. Но это не единственная задача ШИО. Есть пробел в знаниях, который некоторые космологи считают досадным. При квантовании скорости, с которой вращаются галактики, и массы, которую они содержат, между ними возникает несоответствие, ставящее ученых в тупик. Согласно нашим законам физики, вращающиеся галактики не содержат достаточного количества вещества, а следовательно и достаточной гравитации, чтобы предотвратить их распад. И тем не менее, они не распадаются. Астрофизики выдвинули гипотезу о темной материи. Это не просто материя, которая не светится. Это материя, которая не взаимодействует ни с чем другим. Она может оказывать влияние только своей гравитацией. Гало темной материи окружающей галактики на сегодняшний день – единственное объяснение, почему они движутся именно так, как они движутся. Оценки показывают, что темной материи во Вселенной в пять раз больше, чем собственной материи. Но никто не может этого объяснить. Еще одна аномалия заключается в том, что ранние галактики – галактики, свет от которых шел до нас больше 10 миллиардов лет – вращаются медленнее. Влияние темной материи не так сильно выражено. Проектируются телескопы нового поколения, которые помогут ученым найти ответ на некоторые фундаментальные вопросы о законах, управляющих Вселенной. Но такое ощущение, что космология достигла той стадии, на которой она обнаруживает, как мало мы знаем о том, что лежит за пределами нашей Солнечной системы. Режиссер Эван Кларк. Продюсер Брэд Хьюз. Озвучено по заказу студии «Ю-7» в 2022 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова